ЗАБИНФО.РУ. Первый информационный сайт Забайкальского края. Глава администрации районных Читы по инициативе Владимира Забелина проводит инвентаризацию муниципальных жилых помещений, которые являются собственностью города. 27 января сотрудники администрации центрального района провели рейд по выявлению должников, в ходе которых жильцов предупреждали о том, что долги могут грозить выселением. На сегодняшний день в центральном районе около 3000 муниципальных квартир находятся в реестре муниципального имущества. Работа по инвентаризации была объявлена в начале декабря. Руководитель администрации подписал распоряжение о создании четырех комиссий районных. В каждом районе вошли отделы полиции в состав комиссии, районные администрации и представители либо комитета по управлению имуществом, либо комитета по развитию инфраструктуры. В нашей комиссии также включен УФМС, но мы их привлекаем по необходимости. Работа по выявлению муниципальных квартир, по их обследованию, она, конечно, велась постоянно, но не таким сплошным обходом, каким она производится сейчас. То есть мы реагировали на обращения управляющих компаний, на обращения граждан, ресурсоснабжающих организаций, проводили проверки по фактам их обращений, по обращениям соседей. Сейчас каждая управляющая компания направила нам списки по своим должникам, по некоторым квартирам пишут характеристики. Мы выезжаем, выбираем управляющую компанию, выбираем квартиры, связываемся с главными управляющими советов домов и совместно проводим рейды. Сегодня мы можем говорить уже о положительной тенденции проведения таких рейдов. То есть на сегодняшний день центральным районам проведено 5 рейдов, обследовано 58 жилых помещений, вручено 34 предупреждения по долгам. И эти долги мы уже видим, то есть к нам приходят люди, показывают, что начали их гасить. Здравствуйте. 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 Акция центрального района беспокоит. Подскажите, пожалуйста, почему у вас долги в муниципальной квартире такие большие? Други устроятся на работу. Ну понятно, а за квартиру-то кто будет платить? На квартиру вводится, введет, вводится. Ну у вас еще есть свет, отопление, коммунальные услуги, мусор выводят на подъезд, моют. Свет у вас горит. У вас же 95 тысяч сложилось из каких-то... У нас, по-моему, площадь, да, высокая. Ну вот, мы вам сейчас выписываем предупреждение, предупреждение на месяц, что в течение месяца вы должны начать гасить свои долги. Мы понимаем, что вы сразу разом не придете, 95 тысяч не заплатите. 27 февраля, да. Стоит отметить, что проблема долгов за социальный найм и коммунальные платежи на сегодняшний день стоит очень остро из-за того, что инвентаризация не проводилась долгое время. При стопроцентной собираемости за соцзнаемы городская казна должна пополниться на 35 миллионов рублей. А по факту за 2015 год в бюджет города поступило 9,2 миллиона рублей. Работа ведется в каждом районе города, и уже сейчас есть положительные стороны. Четинцы-должники в отдельных случаях идут на контакт, оплачивая долги, заключая договоры о реструктуризации долга. Однако есть и те, кто намеренно запирается в своих квартирах, накапливая долги по 100-200 тысяч рублей. А вы скажите, что его с администрацией центрального района по поводу его квартиры беспокоили, пускай он с нами свяжется. А я вам позвоню. Не записывайте сразу, что рапорт на эту квартиру. Восемь с ней прописаны? Да. Светланы, да? Светланы, да. Жалобы есть у вас по ним? Цвета! У меня постоянно материалы по ним, когда их брат был, суверный Дмитрий, но он сейчас в СИЗО сидит. На сегодня на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях стоят около 13 тысяч читинцев. За 2015 год администрации города подано 72 исковых заявления в суд о выселении граждан, незаконно проживающих в муниципальном жилье. Часть дел будет рассмотрена в 2016 году. 34 иска на сегодня удовлетворены. Александра Леонтьева, Илья Татауров, специально для Забонфору. Продолжение следует...